Кому будут доплачивать 700 рублей и закроют ли Куровской центр для пенсионеров? Эти вопросы среди старшего населения рождают много слухов. Чтобы их развеять или подтвердить, проходят встречи с представителями различных ведомств. На этот раз инициаторами стал районный совет ветеранов. На встречу были приглашены первый заместитель главы района, представители управления социальной защитой и здравоохранения. Встречи в формате «с глазу на глаз» стали хорошей привычкой. Ветераны могут задать интересующие их вопросы, не дожидаясь личного приема и не отправляя запросы в соответствующие ведомства. Это необходимо всегда, а сейчас особенно. Потому что действительно, мы накануне в будущем году большие выборы и население должно встречаться с властью. Всегда легче выяснить, когда вот так глаза, смотришь с начальством, можно задать вопросы, видеть его реакцию. Вопросов накопилось много. Один из основных – кому с 1 января будут доплачивать к пенсии 700 рублей? Одинокие пенсионеры из семьи пенсионеров, если хотя бы один из них старше 70 лет, и доход на одного члена семьи приходится менее чем 16 800 рублей, а на сегодня это два прожиточных минимума, то в этом случае такому гражданину-пенсионеру будет выплачиваться из регионального областного бюджета 700 рублей в месяц. Но больше всего волнения у ветеранов вызвал слух о закрытии центра «Надежда» в Куровском. На самом деле, само отделение временного и дневного пребывания работать так и будет. Но с середины декабря прекратится прием документов специалистами. Связано это с открытием многофункционального центра «Мои документы» в Куровском. Раньше говорили все одно окно. Человек приходит туда с любой проблемой, пишет заявление, показывает документы, сдает документы, там же ксерокопию делают. И все это дело никуда не надо везти, ни в Орехово, никуда. Сразу все делают эти специалисты, которые работают в многофункциональном центре. Сегодня у нас не открылось только в Куровское, 15 числа такое открывается, удалят пять окон. Сейчас многие руководители, в том числе глава района и губернатор области, стали вести приемы онлайн. Заработал сайт «Добродел». Через интернет ведется запись на прием. Ветеранам за новыми технологиями успевать сложно, однако мириться с этим они не хотят. Договорились с нашим ледантом или Макетео, теперь уже другой техникум, колледж. Они нас будут обучать, чтобы научили, как вызвать врача, как записаться к врачу, как оплатить ЖКХ, ну и другие вопросы будем обучать. По традиции встреча закончилась церемония поздравлений именинников в декабре. Виктор Сорокин поздравил членов Совета ветеранов с юбилеями. Также вручил поздравительный адрес от главы района Михаила Афаняеву в честь празднования 74-й годовщины битвы под Москвой.